Продолжение следует... Кроме того, сегодня мы будем говорить о смуте. Начало XVI, начало XVII века. Будем говорить о них по целому ряду причин. Во-первых, смутер заложил некую модель, которая повторилась в начале XX века и в конце XX века тоже. И отчасти мы до сих пор живем в состоянии смуты. Вторая проблема заключается в типологической близости. Дело в том, что в смуту начала XVII века ведущие боярские роды, то есть номенклатуры того времени, так же как перестроечная номенклатура, сдала страну чужеземцам. И то, что чужеземный контроль не установился, а вышло по-другому, это просто вот так карта легла. Но на самом деле ведущие московские боярские роды сдали страну поляка. И здесь есть некая аналогия с событиями смуты Горбачевщины и Ельцовича. Еще одна вещь. При том, что смута была очень сложным процессом, в ней прослеживается одна линия совершенно четкая. Это была спецоперация по воцарению династии Романовых. В этом году 400 лет отмечали дома Романовых, причем внимание этому событию было в значительно большей степени на Западе, чем у нас. Хотя у нас тоже, причем говорили 400 лет правления Романовых. Правление Романовых закончилось в 1917 году, никаких 400 лет быть не может. Может быть только 400 лет дома Романовых, но по поводу нынешнего дома Романовых, тут тоже много споров и много неясностей. И трудно сказать, существует этот дом, насколько он легитимен и так далее. Но, повторяю, на Западе, особенно в Англии, это очень активно обсуждалось. Я помню, как раз в тот день, когда как оказалось, я об этом не знал, было 400 выстрелов из пушки, мне позвонили с BBC и начали спрашивать, человек начал спрашивать, причем он договорился, что мы будем говорить 15 минут, начал спрашивать, «А что такое для вас, как историка, что значит для вас Романовое?» Я сказал, что ничего не значит. Он говорит, а для российских граждан тоже ничего. Он говорит, а кто значит для российских граждан что-то? Я говорю, да вот опрос показал, что Сталин. Он мне сказал, спасибо профессору Курсову, тут же повешал трубку. И мне 15 минут не было. Мы уложились в 3 минуты совершенно спокойно. То есть, о смуте имеет смысл поговорить еще вот почему. Сначала смуту фальсифицировали сами Романовы в 17 веке, потом ее фальсифицировали историки 18-19, потом советские историки добавили. Советские историки добавили очень простую вещь. Дело в том, что когда я поступал в университет московский, билета, вопросов в билетах смута не было. Было два совершенно вопроса, как бы не связаны друг с другом. Восстание под руководством Болотникова и интервенция, иностранная интервенция в начале 17 века. То есть, смуту раскололи на две части. И это не случайно. Дело в том, что развели классовый и национальный момент. Потому что с точки зрения классовый, советские историки должны были, естественно, рвать на себе тельник и говорить, какой Болотников был замечательный борец за права трудящихся. Но с точки зрения национального, они должны были признать, что Болотников был тесно связан с обоими лжедмитриями. И был, по сути дела, агентом лжедмитриев. И, как сейчас выясняется из иностранных архивов, он еще был человеком иезуитов. Но тогда советские историки, я думаю, этого не знали, потому что они не работали в архивах Чехии, Швеции, Германии и этого не знали. Но в любом случае, если ты становился на классовую точку зрения, значит, ты должен был быть за Болотникова. А если на национально-патриотическую, то ты должен быть против Болотникова и против лжедмитрия. И советские историки развели эти два момента. И получилось, что есть иностранная интервенция, как бы сама по себе, есть восстание Болотникова, как бы сама по себе. А что касается хронистов XVII века романовских, то и они, и затем в XVIII-XIX веках историки создали такую картину. Вот избрали Мишу Романова, который был самый натуральный медорс в то время, в прямом переносном смысле, и смута закончилась. Это абсолютная ложь, потому что против семьи клана Романовых выступил весь север страны, который освобождал страну от порядка. Потому что семью Романовых, или точнее, как их тогда называли, Закарины Юрьевы, их в России мало кто любил. И было за что не любить. Я чуть позже об этом скажу. И вот этот эпизод сопротивления севера страны, да и юга тоже, Романовым, он вообще ушел совершенно из хроник. И как будто этого и не было. Так же, как вдруг исчезает из хроник человек по фамилии Телятевский. Хронисты писали, что князь Андрей Телятевский командовал крупными соединениями в армии Болотникова. Потому что Болотников когда-то был его боевым холопом. Боевые холопы это мелкопоместные дворяне, которые разорялись, и у них оставалось только одно. Оружие и умение им пользоваться. И они записывались в боевые холопы, то есть в боевые слуги кому-то из более богатых представителей господствующего слоя. Но проблема заключается в том, что Телятевский это не просто человечек при Болотникове. Скорее всего это Болотников был при Телятевском. Потому что род, клан Телятевский в конце 16 века в Кремле имел помещение, помещение, больше помещений чем этот клан, имел только клан Годуновых. А это был главный клан на Руси в конце 16 века. И вот после воцарения Романовых, о Телятевских вообще о клане упоминания исчезают. Ясно, что их не перебили, кишка была тонка у Романовых, перебить представителей такого клана после Кремла власти. Но их активно затерли из истории. И это означает, что скорее всего не Телятевский был у Болотникова, а Болотников был при Телятевском, и картина там была значительно сложена. Вот с учетом всего этого мы давайте и поговорим об истории Смуты и о том, как развелся этот процесс. А методологически я его построю по одному хорошему принципу. Я когда был последний раз во Франции, я купил замечательную книжку французских журналистов, именно журналистов, не историков. Да, так слышно, да? И вот журналистов. Они написали книгу «Пятая республика во Франции». То есть это вот то, что возникло в конце 50-х годов, и существует до сих пор. И книга построена так. Идет две странички безусловно, изложение официальной истории французского периода. А потом они дают на 10-ти, 15-ти страничках свою версию, или просто ставят вопрос, и говорят, а на это вопроса нет, а на это. Видите, это такое? Ну, как следует. Значит, ну давайте прежде всего посмотрим по Смуте. Есть ли концепция Смута? Концепции Смуты нет. По крайней мере, в историографии советской и постсоветской. Есть две схемы Смуты. Одна принадлежит Ключевскому, а другая его полученицу Платону. Они, в общем, очень похожи, эти схемы. Значит, Ключевский делил историю Смута на три периода. Боярский, дворянский и общесоциальный. А у Платонова те же периоды назывались династическими. И опять же, дворянский, но вместо социального, национально-религиозный. Хронология абсолютно та же. Все повторяется по хронологии. Разумеется, все периодизации условные. Но, в целом, схема Ключевского и Платонова отражает реальность. И реальность такова, что Смуты и революции, как правило, начинаются, серьезные Смуты и революции, начинаются сверху и идут вниз. Внизу бывают только бунты. И Смута действительно началась с попытки боярства свернуть Россию самодержавного варианта централизации. Это не значит, что бояре были противниками централизации. В России все были за централизацию. Вопрос был только, какая централизация? Олигархическая или единодержавная? Почему бояре были в России за централизацию? В отличие от западноевропейской знати. Прямой шкурный экономический интерес. Дело в том, что в России не было примагенитуры. Кто знает, что такое примагенитура? Примус генус. Первое родство. То есть в Европе по-другому тогда. Вспомните вещь Вальтера Спотта, Клинтен Доро. В том числе книгу, фильм. Почему Клинтен Доро, шотландец, оказался вдруг на службе Людовика XI во Франции? Младший сын. Младший сын, совершенно верно. Потому что в Европе действовала очень простая схема. Старший сын получает все. То есть, значит, землю не делится. А все остальные свободны. На Руси было не так. На Руси все получали землю. И земля дробилась, дробилась, дробилась. И получалась парадоксальная ситуация. Чем старше из надней рода, тем меньше нарыло представителей этого рода площади земли. Поэтому, когда в России начала интенсивно развиваться помещичья система с конца 15 века, когда прихватили Новгород и оказалось, есть земля, которую можно раздавать, представители именно старших родов, знавших, они стали зависеть значительно в большей степени от поместья, чем от фрунчин. Фрунчин – это то, что тебе идет от отца. А поместье – это то, что тебе дают за службу. Так вот, за централизацию были все. Бояль не были сепаратистами, как советские историки утверждали в 50-60-е годы. Им нужно было подтянуть к русской историке европейской. Все были за централизацию. Но за какую централизацию? За самодержавную или олигархическую? По сути дела, вся обричнина была связана с борьбой за единодержавную централизацию против Бояльской. Ну, а после смерти Ивана Грозного, когда править стал его сын Федор вместе с Годуновым, Бояль попытались сделать все, чтобы повернуть этот процесс спять. Очень хорошо о смуте сказал Ключевский. Он сказал следующее. В смуте последовательно выступают все классы русского общества. И выступают они в том самом порядке, в каком они лежали в тогдашем составе русского общества, как были размещены на социальной лестнице. На вершине этой лестницы стояло боярство. Оно и начало смуту. Боярская фаза смуты скрыто началась, на самом деле, с момента смерти Ивана Грозного. Бояри готовились развернуть процесс в противоположную сторону. Единственное, что им серьезно мешало, это Борис Годунов, который боевал Грозного, ведомым политическим сыском, выражаясь современным языком, и контролировал ситуацию. И пока был жив Федор, позиция Годунова мало что угрожала. Но в 1598 году Федор умирает, не оставит в завещании. Ирина, жена Федора и сестра Годунова, объявляют о уходе монастырей в монастырь, и таким образом защищают Годунову к власти. И вот здесь произошел раскол Боярской думы. Против Годунова выступили Захарины Юрьевы, Романовы. Дело в том, что представительница этого клана Анастасия была любимой женой Ивана Грозного, которая умерла. Первая ей любимая, жена Ивана Грозного, она умерла, и это, в общем-то, для него была психологическая травма, осталась на всю оставшуюся жизнь. То есть Захарины Юрьевы, которые потом стали Романовыми, они были родственниками царя по женской линии. И Романовы выступили с нападками на Боиса Годунова. А он был человек очень умительный, очень боялся покушений. Он перестал ездить в Думу и перебрался в холодильщий монастырь. И к нему потянулись шествия с патриархом Геомом просить Бориса на царство. Борис поставил условие созвать земский собор. Это был очень хороший год. Внешне это выглядело очень благородно. Но на самом деле Борис таким образом пытался нейтрализовать знать, которая была против него. То есть земский собор выбирает, и он их оставляет в политическом офсайде. В феврале 98-го года собрался земский собор, который избрал на царство Годунова. Но по российски, так же, по русским законам, пока Боярская дума не утверждала этого решения, Годунов не становился царем. А Боярская дума не утвердила. То есть возникла странная ситуация. Боярская дума отклоняет Годунова. Они готовы были предложить свою кандидатуру Мстиславского. Это Гедеминович был представитель корней литовской, если это литовская знать. Мстиславский потом станет предателем при поляках. Но тут патровые ситуации. Земский собор говорит Годунов, а Боярская дума говорит нет. Значит, опять Годунов удаляется в Новодеревщий монастырь, опять к нему шествия. И затем он возвращается в Москву. Иофу благословляет во второй раз. Но Боярская дума встает совершенно в упор. И бояре нашли, наконец, человечка, которого они готовы были посадить на трон. Этого человечка звали Симеон Беллатовича. Никто не помнит этой инфаруской истории. Симеон Беллатович – это был очень интересный персонаж. Это был крещеный Татарин, с которым Иван IV разыграл однажды, уже после формальной отмены опрични, такую штуку. Он разделил опять страну Ивана IV на две части. Только там, где была земщина, он ее писал себе, а на бывшую опричнину он посадил Симеона Беллатовича, а сам он стал Иванцом Васильевым. При Симеоне Беллатовича. Через год он все это отменил, но Симеон Беллатович остался, он уже в начале 17-го века. Он в тайнике совсем, но бояре решили посадить его. И тогда Годунов сделал совершенно хитрый ход. Дело в том, что вдруг объявили у крымской угрозы, и Годунов стал собирать войско, идти на Акум, встать около Акирии, ждать крымских ударов крымских татар. А дело в том, что когда войско собиралось по ходу, все представители боярской думы автоматически становились начальниками командующими полками и обязаны были дать клятву целовать крест на верность. Если они этого не делали, это в военной ситуации квалифицировалось как измена. И хочешь не хочешь, представителям боярской думы пришлось целовать крест Годунову. Таким образом его признать. Вскоре выяснилось, что крымской угрозы нет, это была ошибка, но в боярской думу Годунов таким образом заставил дать ему целовать крест. Что собой в это время представляли русские боярки? И вот здесь начинаются очень интересные вещи. И русские, и естественно, советские историки очень не любили рассуждать на тему о криптокатолицизме представителей московских боярских родов. В 1596 году произошла уния, Брестская уния, католики и православные объединились в некую унианскую церковь. И представители московских боярских родов, им вообще не нравились польские порядки. Потому что польские порядки это зависимость государя от представителей знати. Но в Польше это было доведено до последнего дела, до разного, вы знаете, было такое правило в Польше. На заседании Сейма запудал и шляхтич мог встать, сказать, не дозволя, и это означало века и решение не проходило. И король, и вся оставшаяся знать оказывались в таком политическом офсайде. Ну, вот такого маразма, конечно, московская аристократия не хотела, но чего-то похожего им очень хотелось. Кроме того, им очень нравился католицизм. И по тем документам, которые есть в архивах Польши, Чехии, Германии, исследователи, которые занимаются на Западе они говорят о документах, фиксирующем тайное влияние католичества представителей московских родов. В частности, Филаретом, то есть Фёдором Романовым, отцом Михаила, который стал патриархом при Лжедмитрии, и который потом, по его версии, он попал в Польшу в плен. На самом деле, по-видимому, все по-другому. Но самое главное сейчас для нас вот в чем. Когда Филарет оказался в Польше, он ходил в костюм и там молился. Ясно совершенно, что так мог уступать только католик, а не православный. И вот этот момент очень-очень важен. То, что часть московского, старого московского боевского оказалась криптокатоликами. Эта тема очень, так сказать, неприятна для наших историков, потому что получается этот расклад совсем-совсем другой, чем мы обычно привыкли думать. В любом случае, прошло некоторое время после воцарения Бориса Годунова, и в конце 1600 года Годунов, обвинив Романовых в том, что они хотят наслать на него порчу, дело в том, что Годунов был очень суеверный человек. У него было много положительных качеств, но он был человеком очень суеверный, который еще валялся с глаза, порча и так далее. И думаю, что у него были основания подозревать о Романовых, но я обвинил опыт их в этом. В результате он разгромил всю Романовскую группировку в Боярской группе. Федора пострили монахи, он стал филаретом, потом стал патриархом и сопровождением своего сына Михаила, а трех других братьев поставили и направили ссылку, где они и умерли. Сам Борис был очень интересный персонаж. Даже нерасположенные к нему современники писали о том, что он умный человек, что у него хорошие манеры, что он красив. У него было очень интересное вояр себя вести. Борис был человеком в железной совершенно воле, но внешне он себя вел как человек такой мягкий, сомневающийся. И хотя он быстро очень принимал решения, но делал вид, что он его принимает после влияния в различных таких людей, то есть вроде он коллегится и так далее. Но это была игра. Годелал был первым русским царем, который отправил детей боярских, то есть дворян, учиться за границу. Десять человек, ни один не вернулся. Мы знаем, что один стал пастом в Англии. При нем был в Кремле правил в этот провод. То есть человек был незаурядный, но ему очень не повезло. Он оказался ни в том времени, ни в том месте. Годунов был мастером подковерной игры. И при сильном правителе Иване Грозном это позволило ему руководить сыском, причем руководить так, что он руководил сыском. Все шишки падали на Малюту Скуратова. Малюту Скуратов – палач, а Борис Годунов – белый, пушистый. Но в конце 16-го, начале 17-го века возникла ситуация, когда подковерная борьба исчерпала свои возможности. Она нужна была просто рвать противника, как грелку в открытой борьбе. А вот этого Годунов делать не умел. Тем более, что против Круга было очень много. В частности, климатические изменения. Дело в том, что в Европе начинался малолетниковый период. Конкретно это происходило так, что в 1601 году было холодное лето, затем еще одно холодное лето. И в результате в 1603 году случился недорог. И если в конце 16-го века рожь в Руси продавали за 3 копейки, за 4, то через несколько лет это вырубило 3-4 рубля. Европа тоже получила проблемы с климатом. Но у Европы есть замечательная печка под названием Гавистрим. Она Европу в очередной раз спасла. Хотя, если вы посмотрите европейскую, голландскую живопись начала 17-го века, там, в общем, довольно странная мы видим картину для Европы. Это во времени лед, люди катаются на коньках. Наверное, в 17-м веке там же замерзало, что вообще, так сказать, вещь очень такая странная. И столкнут России начался голл, в отличие от Европы. В Европе тоже был голл, но он не был таким катастрофическим. И здесь Годунов оказался заложен в ситуации, в которой он не знал, что делать. То есть, все плохо. Например, он сначала восстановил Юрьев день. То есть, оказалось, можно было менять хозяев. Тем самым, вроде бы, он спасал крестьян, которых бедные дворяне не могли прокормить. Помочь им, по крайней мере. Но дело в том, что это вызвало раздражение дворяне. Затем Годунов отменил это и издал другой указ, приказав дворянам, тем дворянам, которые не могут прокормить своих, помочь своих крестьянам. Они должны были их отпускать. Это вызвало конфликт внутри дворянской среды. И вообще, вот эти меры, они очень сильно настроили против Годунова. Вот эта вот низшая дворянца, самая многочисленная прослойка, она оказалась возведенной против Годунова. И он дал задний ход. Разорялась. Вот это вот, что происходило с мелко поместными, вот этими мелкими, низшей группой дворян. Они разорялись. И закладывались в боевые холопы. И боевых этих холопов оказалось в конце 16-го, начале 17-го века 10% населения. Это молодые мужики, которые не работали, которые не умели ничего, кроме как воевать. То есть, пользовались управляться с оружием. Именно они потом станут ударной, такой ударной силой армии Володникова. о том, какую роль играли в боевых холопах, вот, говорит, такой пример. После обстрела Ивангорода в 1590-м году, это война со Шведцей, боеводы попили на шпорт 350 стрельцов, 400 казаков и 2380 боевых холопов. То есть, ясно, что боевые холопы составляли основную ударную силу. Из боевых холопов происходило руководитель самого крупного восстания низов времен голода. Это флопко-косолапо. Было очень такое мощное восстание под Москвой, которое показало, что в стране завевают очень серьезные проблемы. И еще одной серьезной проблемой России того времени было казачество. Только казачество не так, как мы привыкли его видеть в фильмах «Заки» конца 19-го, начале 20-го века. Казачество не было интегрировано в систему. Низшее казачество не хотело интегрироваться в систему, а вот среднее и высшее очень хотело занять место дворянства в качестве главной военной силы государства. И забегая вперед, я отмечу, что конфликт между дворянством и казачеством был одним из стержневых во время пациенты. Советские историки тоже не любили об этом писать, точнее как не любили, они не могли объяснить это с такой примитивной классовой точки зрения, потому что как это, казаки должны бороться за волю, а получалось, что казаки борются только за то, чтобы занять место дворян, то есть дойти до середины господствующего сословия и занять это место. И вот эта борьба была очень-очень важна. часть казачества готова была пойти на службу системе, а это место занимало дворянство. И вот этот конфликт между дворянством и казачеством очень остро проявится в 1611-1612 годах здесь, под Москвой. То есть на рубеже 16-17 веков в России сложилась взрывоопасная ситуация, обострились практически все противоречия внутри господствующего класса, внутри кланов наверху и между господствующим слоем в целом и населением. То есть был выработан социальный динамит, нужно было только поднести спичку. Спичку поднесли. 1 ноября 1603 года в польский король Сигизмун 3-й пригласил Бамского на Унце и уверен о появлении в имении Адама Вишневецкого москвитянина, который выдает себя зам царевича Дмитрия. Здесь на самом деле по этому поводу Бричевский сказал, что испекли самозванцев в польской печке, а заквасили в России. Давайте запомним эту формулировку заквасили в России. То есть кто-то в России заквасил самозванца и вместе с поляками сработал. Значит, дело в том, что Сигизмунд играл в очень интересную игру. Внешне он дистанцировался от человека, которого мы называем Ж. Дмитрием, потому что мы не знаем, кто это был. Такая официальная версия, что это был Григорий Атрепев, у него есть очень большой минус. Григорий Атрепев где-то было между 30 и 40 годами, а человек, которого называют первым Ж. Дмитрием, ему было 20 с небольшим. То есть есть некоторая возрастная разница. Я думаю, что, скорее всего, мы никогда не узнаем, кем был Ж. Григорий Атрепев первым, если мы вдруг не будем найдены какие-то совсем документы где-нибудь в Ватикане. На самом деле, по тем архивным данным, которые есть в архиве Западной Европы, из этих документов понятно, что Сидизмунд с самого начала игрок ввел больную игру. То есть он помогал снаряжать войска самозванца и в то же время он сообщил Годунову о том, что появился некий самозванец, но он Сидизмунд не имеет никакого отношения, ко всему этому не имеет, это какие-то шляхтежи олигархи его поддерживают, а он к этому не имеет отношения. Это была естественно неправда, просто Сидизмунд себе алинис создал. И вопрос заключается в том, кто снаряжал войска самозванца, потому что у войска у короля денег не было. Очень активно работали в этом направлении католической церкви, работали в Ватикан, но на тот момент у Ватикана денег не было. И вот, как показали исследования, любимые наши венецианцы приложили руку и здесь. Венецианские банкиры и ломбардские банкиры активно спонсировали этот поход. Они через Ватикан в Ватикан в Ватикан в Ватикан и здесь ломбардские и венецианские внуки тоже приложили руку к финансированию войска самозванца, потому, что польский король был гол так высоко. Таким образом, смотрите, какая вещь, возникает какая-то схема, значительно более сложная. Значит, были некие люди в России, мы потом попытаемся понять, кто это был, которые были заинтересованы использовать самозванца как таран для того, чтобы свалить бедурубал. Поляки были заинтересованы в том, чтобы установить польскую власть над Россией, распространить власть реже посполитой над Россией. Ватикан был заинтересован в катализации России и унию 1596 года Брестская виделась, которая была как первая победа в этом плане. Ну, а финансово все обеспечили пункции из ломбардской лиги и венецианс, которые спонсировали вообще все войны. Ничего личного, никакой русопобии, естественно. Бизнес, так же, как венецианцы, у них не было ненависти к арабийской империи, к Византии, но им нужно было убрать Константинополь как конкурент среди мавоской торговли. Отсюда и поведение. Значит, когда Борис узнал, что в Польше объявился самозванец, он обвинил бояр в том, что это их заквар. И очень интересно, кому он поручил возглавить войск, которая выступила против самозванца. Он поручил это противникам Романовых. То есть, для Годунова связь Романовых, Захарина, Юрьевых и самозванца была совершенно очевидной. поэтому Борисов самозванцем он отправил Шуйских, Мастиславского и Голицына. Это были люди, которые считали Романовых худородными, потому что Шуйский это Юрьевых и Голицыны и Мастиславский Гедеминовичи. А Романовые вообще непонятно так погуляли. Дело в том, что Даниловичи, то есть московские гнязи, первые московские гнязи, которые позвали Даниловичами, потому что это был самый благший брат Александра Невского Даниил и его Даниловича Лита. Он вот эта династия называлась Даниловичами. Они отодвинули Гриевиховичей и очень активно поставили на московское боярство еще в 14-15 в веках. То есть Морозов, Салтыков, потом Захарина, Юрьевы. И для них, для представителей этих родов Геремидовичей и Кавеликой Литовской и Юрьковичей Романовых были выставочками. Ну, такими же, как сейчас Взоры в Англии, а даже еще хуже. И вот это вот то, что Годунов сразу связал Романовых с самознацем, вот это нужно очень хорошо за пункт. В это время самозванец, который вел себя, вообще, нужно сказать, поражаемость Вечей, абсолютно как природный государь. Он был хорошо востребован, он хорошо говорит, он знал наизусть многие вещи литературные. вообще, воцарившись в Москве, он себя вел как природный государь, для кого даже в сомнении не возникало, что да, действительно, это государь. Значит, в 1603 году Лжедмитрий знакомится с Юрием Мнишком, сандомирской воеводой, и влюбляется в его дочь, Марину Мнишек. И материальные расчеты отца и честной любви дочери привели к тому, что была помолвка и Лжедмитрий обещал, если он воцарится, значит, следующий обещал, выдать миллион злотов на покрошение долгов Мнишка, отдать Мнишку в наследство владения княжества Смоленска и Северска, отдать Мнишку в полное владение новых руссков, способствует переходу своих подблых католичества. Лжедмитрий ничего не сделал, кстати, абсолютно. Поэтому поляки не активно его поддержат. Значит, когда поход был весь готов самозванца, вот в этот момент Сидизмун Третий отправляет послание как Годунову и говорит о том, что намечается такая акция, в которой он участвовать не будет. И в октябре 1604 года войско Лжедмитрия переправляются через Днепр и поскольку это была зона социального динамита, его стали активно поддерживать местное население. В двух сражениях в декабре и в январе 1604 и январе 1605 года бояли разбили самозванца. Третьего войска погибло, кстати, он бился очень храбро. И после этого казалось, что все закончилось с ним. но события развивались совершенно по-другому. И развивались они по-другому. Опять же, в историке часто вообще вроде бы это не скрывается момент, но и вещи тоже своими именами не называются. А говорят о том, что был такой город Кромы, который сыграл зловещую роль в истории измуток, потому что в Кромах засело 500 человек, 200 стрельцов и 300 казанов. А их осаждала 80-тысячная армия во главе с боярами московскими. И эта 80-тысячная армия карта потерпела поражение. На самом деле это был заговор московских бояр, которые решили воспользоваться всей этой ситуацией для того, чтобы свернуть ненависанного им Годунова. Кстати, по поводу происхождения Годунова, есть две версии. Одна версия выводит его из боковых ветвий чингисидов, что для России того времени просто, так сказать, это фантастическая вещь. Нужно сказать, что, вообще, когда мы говорим о династии, которая правила на Руси, вот так на скидку, вот попробуем начать. Династии, которые правила на Руси вызывают какие? Рюзович. Рюзович, или же? Рюзович Роман. Кто? Рюзович Роман. Роман. Все? А... Катчин, Годотов. Как? Кто вот эти немцы, как-то? И все это дальше? У меня никакая Годотова делать в том, что так же, как вот здесь во Франции в 16 веке была Ангулемская ветвь, ветвь правящей династии, Годотова это ветвь династии Романова, но только по женской линии. А больше династии нету. 20-х. Годунова. А еще один царь, династия в одном лице. Шуський. Шуський, совершенно верно. И вы забыли еще династию, которая правила от России 285. Чингисиды, конечно, конечно, Русь была частью Золотой Орды. И в этом отношении, смотрите, в 1380 году Дмитрий Винонской границ Мамая на Куликово поле, а через два года к Москве приходит Тахтамыш со значительно меньшим войском, и Дмитрий бежит из Москвы с казной, бросает Москву, и историк Русь, а почему это? А летописец выкинул на этот вопрос. Бегу, я пусть и законного царя, потому что Тахтамыш был чингисид, а Мамая был темник, он был узурпатор, он не относился к дому Чингисхана. И это была очень-очень-очень была очень важная вещь для Евразии того времени, для Восточной Европы, Азии быть чингисидом. И вы знаете, такое есть выражение, про дворян говорили в 19-м, начале 20-м, белая кость, да? Слышали это выражение? Но он белая кость. Так вот, это дословный перевод с монгольского языка, потому что монгольский цаган-лисун, белая кость, это род чингисхана. И то есть вот это входило все в систему властных отношений, если вот эти вещи входили на Руси. И в этом плане вот одна версия Годунов и представляет такой помощи или эти чингисиды. Согласно другой версии, он никакого отношения к чингисидам не имел, он был русского происхождения, но нет самого знамого. Другое дело, что в последние годы правления Ивана Четвертого и при Федоре клан Годуновых стал кланом номер один на Руси. Значит, смотрите, в гробах заговор, самозванец разбит, и в это время, 13 апреля 1605 года, Борис, которому было 50-х годов, встает после обеды за стола, и в этот момент у него из ушей, из носа пошла кровь, он почувствовал себя плохо, и через два часа скончался, успев благословить на царство сына Федора. То есть, смотрите, какая вещь, заговор, заговор под кровными и смерть Ивана Четвертого. Прямые доказательства о том, что его окровили у нас нет. очень может быть, что Борис Годунов действительно был, значит, ну что у него, сказать, выхлынуло кровь. Так бывает обычно при резком повышении кровяного давления и, так сказать, может ударить внутри этот инсульт, а может, вот, сказать, таким образом, но, по-видимому, то есть, здесь 50 на 50. И в ситуации, когда престол оказался в руках его сына, мальчика, который не имел никакого опыта, был составлен заговор против наследника Годунова и было решено договориться с самозванцем, который был в это время в Уныне, и посковские бояре могли использовать его для того, чтобы установить свою власть. Тут же человек по фамилии Бельский, Богдан Бельский, который когда-то клялся, что он видел друг мальчика в Угличе, Дмитрия, сына. Ну, вы знаете, что, кто так, лжет Дмитрия, потому что последний сын, легитимный сын, законный сын Ивана Грозного, вот его седьмой жилой малили ногой, мальчик Дмитрий по официальной версии упал и напоролся на ноги. При том, что мальчик страдал эпилепсией, кто же это ему интересно, в руки нож дал играть. Мальчик вообще был такой сын своего отца, очень любил играть с саблей, делал, скажем, снеговиков, убил им головы и говорил, там, это боярин такой-то, этот мальчик был 6-7 лет. Но и вот этот Бельский, который клялся когда-то, что он видел труп, он всенародно поклялся, что на самом деле он спас мальчика Дмитрия и все эти годы молчал. И в том же приземнул Василий Шуйский. Сын Годунова задушили, ну, а 20 июня 1605 года москвичи встречали торжественно уезжавшего в город царя, которого вдруг узнала его мать Мария Нагая. И многие другие. Новый царь посыпал милостями всех тех бояр, которые были вне милости при боях Сигунова. А Романов, Федор Романов Филарет стал митрополитом Ростовским. Обратите внимание, вот это движение сразу же движение Романовых вверх. 8 мая 1606 года Лжедмитрий обменьшался с Марией Нишек. Это произошло в 5 лицу на Николин день, когда считалось, что этого делать нельзя. И это было против устава и мычей православной церкви. Кроме того, Лжедмитрий не превратился в польского ставленника. И оказалось, что он оказался в вакууме. С одной с одной стороны, он не выполнил свои обещания перед поляками, играл свою игру, а с другой стороны, и московским боярам он был не очень нужен. Он был нужен им как таран против Годунова. И в результате возник против него заговор Шуйских. Заговор был раскрыт, и собор приговорил Василия Шуйского к казни. Но Марфа Ногая, мать Дмитрия Реального, упросили помиловать Василия Шуйского, Лжедмитрия, самозванца. И тогда-то естественно он был не самозванец, а Дмитрий Первый. И он их помиловал. Но Шуйские решили совершенно железно свергать его. И 16 мая 1606 года произошел переворот. Лжедмитрий был убит. Его изуродовали лицо, изуродовали посекли лицо, привели его мать Марию ногой, но когда она приняла облиночество, она стала Марфа. И спросили, это твой сын или нет. Но она вышла из ситуации, потому что у него было безображенное лицо, она сказала, теперь, каков он есть, он не мой. После чего дружок лежал в его несколько дней, потом его сожгли, и прахом из пушки выстрелили в сторону запада, то есть в сторону Польши, откуда он пришел. Марина удалось убежать. Вот что пишет Ключевский о Шуйском. Шуйский победитель уступил кремом. Низенький, толстый, человечек, вывесный, дурацкий, светлый, бородный, близорукий, вымегающий вороватый, глазками, лет 50 от роду, но совсем старик по виду, без приятной обходительности, с репутацией скарина, вполне оправдавшийся. Народ не любил Шуйского, но бояру устраивал. Дело в том, что Шуйский, вступая на престол, дал запись, запись, так называлась, крестоцеловальная запись, он обещал боярам, по сути дела, если называть вещи вот такими современными, это было обещание самоограничения власти. То есть, бояре добились того, за что они боролись. Они свернули на тот момент, как им оказалось навсегда, централизацию России на олигархический такой боярский путь. То есть, Шуйский был боярским царем. Разумеется, Шуйский, как потом показали события, это был человек, который присяг не соблюдал, но, тем не менее, эту запись он дал. Подзарение Шуйского означало по Платонову и Ключевскому, я обращаюсь к их схемам, потому что других схем у нас нет, что смута вступила во второй период, и дворянские, отмечена уже не только династическая борьба за власть, но борьбой различных социальных групп. Хотя, начиналось правление Шуйского очень неплохо. Ему удалось подавить восстание под руководством Ивана Балорова. И вот здесь мы встречаемся еще с одним персонажем, который очень сильно мифологизирован. Значит, Болотников попал по такой официальной версии, попал в дулецкий плен, потом бежал, потом очень долго жил в Италии, и по тем данным, как он есть первопись в архивах, он очень активно контактировался с иезуитом. И по версии некоторых историков, он был, по сути дела, просто агентом иезуитом, он был на связи между иезуитами и Лжедмитрием. Лжедмитрием и криптокатоликами в среде московского боярства. Значит, сам Володников был боевым холопом из разорившихся дворян, иначе бы князь Андрей Телятерский не стал бы у него выводить. Но то, что Андрей Телятерский у него был выводить, так и есть официальная версия. Данные об Андрее Телятерском, мы знаем точно, что он не погиб, и на момент воцарения Романова он был жив. Потом этот человек вообще исчезает, весь этот род исчезает из истории. То есть его стерли ластик, его нет вообще. То есть, видимо, документы были все уничтожены, поскольку, повторяю, это род в Кремле имеют палаты, которые уступали своими размерами только Годуновским палатам. Это очень мощный род. Но про него мы вообще сейчас уже ничего не знаем. Все было как его уничтожено. Значит, по поводу восстания Балатника. У нас его называют Крестьянской войной. Но в советском историке можно было доказать, что у нас были крестьянские войны, как в Европе. Хотя в Европе строго говоря, крестьянская война была только одна, это же Кирия. А остальные войны в Европе были крестьянско-городскими. А на Руси вообще ни одной крестьянской войны были. Были казацкие крестьянские восстания и крестьянские гнуты. И Разин, и Пугачев, и Болотников это значительно более сложные события, чем просто крестьянские восстания. Как только Разин, Пугачев бросали крестьян, крестьяне крестьянские ополчения быстро терпели поражение и все заканчивалось. Более того, все крестьянские войны в России начинались с казацким восстанием. То есть нужно было говорить о казацко-крестьянских восстаниях, но дело в том, что восстание с белководством Болотникова, так называемое, оно выбивается и из этого ряда. Дело в том, что в войске Болотникова было очень много дворян и горожан. То есть на самом деле это был классический случай гражданской войны. и если мы говорим о программе Болотникова, она до нас не дошла, Бол-Патриарх Гермоген писал следующее. «Восставшие велят боярским холопин убивать своих бояр, вроде антифеонарда». А дальше «И жены их, и водчины, и поместья Иерусулях, и сторонникам своим обещают давать боярство, и воеводство, и охотничество, и герчество». То есть речь идет о том, чтобы занять место иерархии. Не перевернуть и не уничтожить, а занять место иерархии в Иерархии. Болотников пытался штурмовать столицу и здесь как раз дворянское ополчение от него откололилось, потому что они не хотели воевать с дворянами он потерпел поражение. Вот здесь мы впервые встречаемся с человеком по фамилии Скопер Шуйский. Это племянник Шуйских, молодой полководец, который их разгромил Болотникова. Болотников бежал в Колумбу 4 месяца там сидел, затем его окружили, он прорвал окружение, ушел в Тулу и вот под Тулу его осадил в войску уже Василия Шуйского. Из-под Тулы Болотников рассылал письма, в которых писал объявите какого-нибудь нового Дмитрия. То есть он призывал к тому, чтобы создать нового лже-Дмитрия. И его, по-моему, услышим, но Болотнику это уже не помогло. Армия инженера Шуйского поставили за пуду на реке Упа, Тулу затопило и Болотнику Шуйский поцеловав крест обещал жизнь и если Болотников сложит оружие. Болотников оружие сложил, его тут же заковали, отправили его в Каргополь, там его сначала ослепили, а затем утопили. То есть Шуйский свое слово нарушил. правление началось с победы Болотникова. И казалось бы, все хорошо, но как говорится, пришла беда откуда не ждали. Летом в 1607 года в городе Стародук объявился человек, который назвал себя чудом спасшимся из Кремля 16 мая 1606 года Дмитрия. Это был Лжедмитрий II. И Смута развернулась по полной программе. Лжедмитрий II, или как его еще называли, тушинский вор. Вор на языке 17 века назначен просто преступник, причем часто государственный преступник. Да, кстати, термин Смута имеет несколько другое значение. Имел 17 веке, чем сейчас. Смута это спущение умов. Люди не понимают, что происходит. Если по поводу Лжедмитрия I ведутся споры, кем он был, Лжедмитрий II вообще никого не интересует. Потому что, как описал его в полях, то был бездарный невежественный мужик, грязь, сквернословный, которого получали хорошим манером. Это был выкрест евреи, евреи, принявшие христианство. Человек действительно очень неграмотный. И собственно его сторонники сами над ним издевались. Когда был прием официальный, они себя вели по одному. А вне приема его могли и под затыльник дать накричать на него. То есть понятно было, что это фигура для того, чтобы решать проблемы. И Марина Мишев признал днем своего мужа. То есть она была женщина очень чистолюбивая. и вот этот ребенок варенок считался формально это сын Марина считался формально сыном Марина Мишев и Дмитрия который на самом деле был лжедмитрием второй. На самом деле это был поведен ее сын от ее фаворита атамана Ивана Зарусского варенок это был человек ребенок которого казнили Романовы. И вот есть некая асимметрия в правлении Романовых. В правлении Романовых закончилось тем что Алексея сына Николая Второго казнили вместе с отцом и все говорят о том что какое-то преступление ну да конечно дело в том что и Романовых начали с преступления они начали с казни ребенка вот этого варенка в 1614 или начале 1615 года в другой версии его повесили Романовых потому что во многих частях России считали что вот этот мальчик это законный наследник престола поэтому Романовых начали с убийства ребенка и закончили убийство ребенка но только уже их Джердмитрий Второй его войско двинулось на Москву и в 1608 году он разбил царское войско и подошел к селу Тушино но дальше он не смог продвигаться и вот здесь селед Тушино в 12 верстах от Кремля он разбил так называемый Тушинский лагерь и вот это очень интересная вещь Тушинский лагерь это стала альтернативной власть в России то есть был Кремль в 12 верстах находится Тушинский лагерь где было находилось примерно 100 тысяч человек поляки казаки запорожские казаки донские и у Тушинского города появился свой патриарх это был Филарет Романов Филарет Романов потом скажет что он приехал и его насильно задержали но он тоже самая скажет про Польшу что он приехал в Польшу его там насильно задержали и его держали в Тепях а вот бальбольские историки хранисты того времени говорят что в Тепях его не держали в отличие Василия Шуйского которого когда сверкнут отправили в Польшу он там улет в плену он пользовался там почетом уважением ходил молился в католический храм в костюм то есть здесь постоянно две версии романовская и другая так вот романов стал патриархом при Дмитрии Второй и начались так называемые Тушинские перелеты Тушинские перелеты это вот что скажем боявик служит Василию Шуйского на 3-4 месяца получает от него поместье денежное содержание потом приезжает к Тушинскому вору и начинает служить у него получает поместье денежное содержание так сидит месяца 2-3 а потом возвращается к Василию договорившись сначала что если он вернется что ему опять поместье и так далее и так далее то есть мораль политическая в это время упала очень и очень низко страна раскололась на две части и Тушинцы грабили страну они уходили забрались очень далеко в зону Ярославля Мурома власть не было и тогда местное население Поволжских Поволжской вот этой зоны оно решило создавать отряд самообороны и отбиваться и от донских и от запорожских казаков справедливости нужно признать что грабили активно не только поляки а потом к ним присоединились европейские наемники шведы в грабили свои тоже донцы и запорожцы грабили очень жестоко то есть стало возникать такое земское ополчение и Василия Шуйского это страшно напугало потому что он опасался что люди которые привиты к самоорганизации нужно сказать что вот это северное вот это Поволжье и северные земли во время земской реформы Ивана Грозного которая предшествовала обычнее была земская реформа то есть в сути я замечал в следующем ребята вы сами организуетесь заводите свою местную милицию только сами ее финансируйте ясно совершенно что это могли успешно провести только зажиточные зоны России и такими зажиточными зонами и было Поволжье и северные земли они привыкли управляться сами они поэтому быстро довольно сорганизовались Василий Шуйский почувствовал в этом угрозу и решил что лучше договориться со шведами пусть шведы пришлют наемников с помощью которых он и расправится с поляками но когда говорят шведская интервенция это не точно шведский корон Карл IX он прислал там руководили офицеров или шведы а воевал европейский сбор это в основном были немцы и шапланцы то есть иностранная интервенция это поляки и шведские командиры которые командуют этим европейским сбором значит в 1609 году в выборге был подписан договор между Василием Шуйским и Карлом IX Карл IX присылал пятитысячный отряд за это Шуйский разрешал втаждение шведской монеты на Руси и вот для того был конечно стыд акция была не патриотическая явно значит шведы соединились вот это подаемное войско соединилось с отрядом Скопина Шуйского и они вместе двинулись на Тушинский лагерь они разграбили в 1609 году летом разграбили Тушинцев под Тверью после чего наемники сказали вот сейчас не платите деньги а Господин Шуйский сказал но деньги то вам обещаны были когда мы разграбили Тушинского вора они сказали ничего не знаю деньги или мы уходим денег не было и тогда наемники раскололись на отряды и пошли грабить русские земли а Скопин Шуйский продолжал уже биться в один ручку уже в это время многим пришла в голову мысль что Скопин Шуйский молодой человек патриот хороший полководец может вот его нужно на царство в это же время в событии решился польский король Сигизмунд Третий он в качестве повода использовал присутствие шведских войск формально формально наемники были шведские войск на территории Руси я думаю что Речь Посполитая в это время воевала со Швецией и в результате Сигизмунд вмешался в русские события и оказалось что на Москву движутся с одной стороны в Москве идет на выру Скопин Шуйский а с двух сторон они движутся с одной стороны поляки Сигизмунда а с другой стороны Лжедмитрий который бежал когда Лжедмитрий второй год узнал что Сигизмунд вмешался в события он переоделся с крестьянином зарылся в навоз и таким образом его увезли в Колумбу но когда ясно стало что у Москвы селедок не хватает то Лжедмитрий решил двигаться на Москву в Москву в это время пришел Скопин Шуйский он торжественно вошел в Москву он был надеждой русских и оба брата Шуйских его дедя они его не любили особенно Дмитрий Шуйский дело в том что у Василия не было детей и ему должен был доставить Дмитрий а тут какие-то разговоры что вот этот молодой человек станет царем и решил его было отравить его отравили но парень был здоровый поэтому не сразу а две недели тяжело болел кстати я по-видимому изготовил сын Джона Ди который подвязался в России под фамилией Ди я напоминаю тем кто не знает какой Джон Ди Джон Ди это астролог математик разведчик Элизавета Первой который подписывал свои донесения агент 007 и который выдвинул концепцию зеленой империи зеленая империя это Англия которая контролирует Северную Америку и Русь значит он занимался так же алхимией и фармацевтикой его сын под фамилией Ди был фармацевтом и врачом в начале 17 века он подвязался вот в Москве по-видимому яд изготовил именно именно он по заказу Дмитрия Шуйцкого и его жены а женат был Дмитрий Шуйцкий на одну из дочерей Малют из Куратова Дмитрий Шуйцкий